Всем привет! Мы продолжаем гонку Super Mario Kart 8 Deluxe Так, на этот раз, на этот раз какой же кубик? Кубок у нас будет Давайте сейчас поглядим, сначала выберем какой-нибудь вот мотороллер муравей И планер, ну планер, как планер, короче говоря, вот такой Кубок Гроссинг, он настолько крутой, что его даже не стали переводить Это кубок Гроссинг, вот, нарисован листочек, вот, стилизованный под Apple Вот, так что, Гроссинг, вот, кубок, просто Гроссинг Ладно, поехали Итак, у нас сейчас будет круговая трасса На каком-то, в каком-то детском парке, швей, не знаю Блин, и тут, сколько тут? Семь кругов, офигеть! Ну, понятное дело, потому что трасса маленькая Тут вообще маленькое кольцо, можно сказать, такое Садовое, короче говоря Вот, кстати говоря, я тут, это самое, зря грешил, что тут нельзя сбивать клаксоном синие панцири Оказывается, я в прошлый раз вот забыл упомянуть Уже даже, сам даже проглядел этот момент Как-то, как-то, когда я ехал на трассе этого самого Линка Вот, Зельды То там вот мне удалось в самый последний момент отбить клаксоном синий панцир Оказывается, можно это делать, но это нужно делать просто, как выяснилось Когда уже панцирь прямо вот у тебя над головой висит Не просто он подлетает к тебе Как было в Mario Kart Tour, когда можно было вот так просто отшибить А когда вот он, это самое То есть, когда он находится в эпицентре вот этого клаксона А только, когда он уже прямо летит тебе на башку сверху Вот только тогда его можно отбить Так что, все-таки, есть возможность Есть, но нужно выдерживать специфические тайминги Вот Поэтому, вот как-то так Ну, не все так плохо, как выяснилось Значит, они такие уж они И смертельные Эти, как бы, синие панцири То есть, на них, в принципе, право найти Магиом Магиом Так Ну, тут, в принципе, вот эта нудная трасса такая Единственное, что-то прикольное Тут некоторых соперников ты обгоняешь по нескольку раз Вот, кстати, вспомни, вот оно, как говорится, прилетело Но у меня вот раз клаксона не оказалось, к сожалению Поэтому отшибить его не получилось Очень жаль Ну, все равно не получилось, как бы, моим соперникам меня обогнать Тут, правда, сложно понять, кто тебя обогнал и кто нет Потому что тут зачастую ты обгоняешь уже тех, кто последний просто едет Поэтому можно понять свое место, как бы, в круге Только глядя на цифру в углу экрана А так фиг поймешь Но, тем не менее Тем не менее Последний круг у нас уже, да, получается? Да, 7 из 7 Последний круг Незаметно как-то пролетел Пролетела эта трасса Вот, я уже на 7 круге Мне еще полкруга надо сделать Вроде передо мной куча народа На самом деле я все-таки первый Вот Так И финиш Ура, ура, ура Пока что все идет неплохо Пока все нормально Ну, эта трасса, на самом деле, не сильно сложная Бывают, конечно, не иногда проблемные времена Когда что-то компьютер начинает просто с диким ужесточением набрасываться на себя Но, в целом, эта трасса довольно спокойная Так Теперь у нас опять какой-то Ебипет, что ли, я не понял Я же уже был в Ебипте Какие-то Какая-то пустыня, короче, опять Пустыня Сахары Ну, были же уже Как минимум было две точно пустынных здесь трассы Одна с какой-то Какая-то египетская А другая с какой-то этой Исламистской какой-то музыкой И там какие-то еще скелеты везде валялись, помню Кости Вот А и теперь опять какая-то пустыня Что-то Короче, фантазий мало у Создателей Марио Карта Они уже самоповторами занимаются просто Я так понимаю Хотя вот эта трасса, она Ну, как бы, вот этот Гран-при Оно уже точно входит в DLC Это прямо уже DLC-шная трасса Ее не было в оригинале Это уже 100% я знаю Вот Может быть, поэтому даже ее и не перевели Хотя вторую трассу, которая тоже в это же DLC входит Она переведена Не понимаю, короче Говоря, как это работает у них Может, просто забыли одно название перевести Кроссинг этот Оставили Вот И как-то вот так Но, тем не менее Типа какие-то лунные кратеры Тут везде Да Вот кто-то уже опять вылез Как это у них так получается Ехал, ехал нормально Раз Кто-то, блин, вылезает Причем, без всяких каких-то ускорений Без всего Его просто вбрасывают на трассу И, как бы, вот Будьте любезны, короче Прошу любить и жаловать И давай его Всеми силами обгоняй Ну и, конечно же Только ты начинаешь его обгонять К тебе прилетает Твой любимый синий панцирь Здесь он может прилететь За одну трассу Раз, блин, штук Раз пять Это просто Не знаю Шедевр какой-то Такой наглости, по-моему Не было ни в одном Еще в Марио карте Кроме вот восьмого Что так часто прилетались Синяки бы Вот А здесь они и очень регулярны Прям вот Конкретно Минимум один раз прилетает Точно Ну и так в целом Вот по два раза По три прилетает в среднем Такая зараза Вообще Не люблю Ну, в смысле Люблю, когда кто-то вот так Впереди вот так мотается А тебе ничего не дают Короче Чтобы его осадить Вот как сейчас, да И тут прилетает Спасительный синий панцирь Который дает ему по башке И ты его наконец отгоняешь Так ты можешь его обогнать, блин Вот Хотя тут тоже надо уворачиваться Если ты с ним рядом едешь Может и тебе прилететь Так, но тем не менее На последних буквально метрах Мне все-таки А, ну это еще Третий круг Третий круг Блин Надеялся я, что уже все Я что-то Вроде так долго еду Вот Трасса какая-то очень Нудная Затянутая Едешь и едешь Едешь и едешь Вот, да И молнии тут тоже Молнии здесь тоже Прямо очень Даже Хорошо Шарашат Причем самое интересное Что почему-то Как распространяется Вот это вот Длительность молнии Я понять не могу Потому что вот в Марио Карторе Например Длительность Вот пожалуйста Вот еще один синий панцирь Мало нам молнии Еще синий панцирь второй Это традиция, ребят Вот в Марио Карторе Там например Влия Ну как Время Которое ты Пребываешь В таком Скукоженном состоянии После удара молнии Оно зависит от твоей прокачки От прокачки твоего персонажа Там чем он более прокаченный Тем быстрее Он очухивается Вот от этого самого Вот А здесь такого нету Таких прокачек Ты тут не прокачиваешь персонажа Просто здесь открываешь Новые какие-то Ну там колеса Машины там И так далее А прокачки здесь нет Поэтому За счет чего У кого-то Быстрее Это все проходит А у кого-то медленнее Это я вообще понять не могу Ну часто бывает так Что долбанули Вроде по нам двоим Едем рядом с соперником Он хоба И очухался И уже большой едет И тебя еще и давит А ты как маленький пилил Так и пилишь Блин Вот я Как тоже Вот это До сих пор не могу осознать Как это здесь В этой игре Как это работает Вообще Блин Все очень странно Очень странно Ну тем не менее Все таки Я опять первый Так Следующий трасса У нас Лихие леса Ребят Лихие леса Тут лихие люди Наверное тусуются Эти разбойники Что тут Тодды как-то В каком-то наклонном положении А вот Жаль Короче Что не сделали Так что Этот вот Наездник Вот этот вот Гонщик Он например Сидит на мотоцикле Или там в карте Не пристегнутый Да Более того прыгает Скачет еще Но при этом У него задница Как будто приклеена К сиденью Хотя он Например Сейчас в данный момент Он едет по вертикальной стене Сейчас Можно сказать Вот сейчас он опять вернулся В горизонтальное положение Когда колеса появляются Это горизонтальное положение Когда вот эти магнитные фигни Вот эти включаются Блин Антигравитационные Он едет уже В это самое К их ногами там Или По вертикальной Короче Линии Вот могли бы сделать Чтобы и Гонщик тоже реагировал На эти наклоны Например Когда он Переворачивается Он там висит Там короче Вот так вот На руках То есть ты как бы Видишь все нормально В нормальном положении А он там Адекватно физике реагирует Именно гонщик Вот как сейчас например Да вот сейчас я еду Уже Сейчас уже опять Да вот сейчас я еду Как-то уже по идее Хотя деревья вроде нормально Непонятно как тут все сделано Вроде мотоцикл Едет С этими С магнитными Этими штуками уже А деревья растут правильно Как это Работает Ну не важно Короче говоря Вот сейчас я поеду Вертикально По-моему Вот сейчас вроде Вертикально еду Вот сейчас вот И сейчас бы сделали Что-то так Что Дэйзи Короче вот так вот Висит на руках А я ногами болтает Вот так вот Ну Адекватной физике Короче Было бы гораздо, гораздо забавнее на это смотреть, и почему бы это не реализовали, тоже понять я не могу, вот, хотя всю остальную физику вроде сделали, ну, непонятно, короче, да, вот опять этот, какие-то леса, да, это, в прошлый раз я вспоминал, короче, увидел треугольник, короче говоря, в виде эмблемы, я вспомнил песню, короче, паука, например, про декадского дровосека, блин, и это сам, сейчас, мне кажется, самое время ее процитировать просто. У коррозии металла есть такая песня, называется, это, адский дровосек, там, короче, есть такие слова, это, в темной чаще, сейчас точно не помню, как бы не соврать, например, ну, так, в темной чаще жгет костер дико адский дровосек, вместо палок из людей нарубил он их костей, треугольник на сосне он прибил большим гвоздем, вместо кетчупа мозги, вместо вилок две руки, Воу, ребят, вот это поэзия, вот это я понимаю, короче, я себе тут просто сразу представляю этот треугольник, короче, прибитый большим гвоздем, непонятно зачем, дико адского дровосека, который вместо вилок две руки, пальцами там, нацепляет, ну, это настолько гарно, конечно. Эх, чуть-чуть не долетел, так, надеюсь, меня, эх, смотрите, прямо, кто-то появился и тут же исчез, как это так вышло, то есть я был уже второй, а потом опять первый, то ли кто-то тоже не долетел, то ли одно из двух, не пойму. Тут вот еще плохо, как-то мало информативности того, ты попал в кого-то или не попал. Вот в Мариок Артуре, например, есть такая иконка, где ты, если в кого-то попадаешь, например, кидаешь назад панцирь и в кого-то там попал, то там появляется его изображение и вид, ну, как, чем его ударили, короче говоря. И кто его ударил? Такая маленькая пиктограммка такая появляется. Вот это вот удобно, то есть ты понимаешь, что ты не просто куда-то что-то выбросил, да, а ты в кого-то еще этим зарядил. Здесь вот тоже этого нет, здесь только персонаж только что-то вопит, по-моему, дурным голосом, когда, если в кого-то он попадает, вот, и все, только так ты можешь понять, что вроде как ты в кого-то попал, хотя непонятно чем, ты там вроде много чего наставлял, а что из этого сработало, не ясно. Animal Crossing, а, вот, Animal Crossing, тоже по-английски, тоже не перевели. И что это значит, Animal Crossing? А, это, а, это игра такая есть, Animal Crossing, вот что. Все, понял, поэтому, наверное, не стали переводить. Была такая игра на Нинтенди, по-моему, да, на Нинтенди, конечно же, где там было что-то типа, ну, не Sims, а что-то вот такое, короче, там, то есть, все это как бы жизнь животных, то есть, там, ты как бы участвуешь в каком-то городе животных, туда попадаешь, у тебя там дом свой, ты там устраиваешься на работу, что-то там, знакомишься с соседями, ну, такая какая-то это. Я в нее не играл, просто слышал о такой игре, вот, видимо, мы ее здесь сделали. Что, кстати, прикольно, вот тут вот этот уровень конкретно, он рандомно выбирает 4 сезона, то есть, тут вот сейчас, я еду сейчас лето, да, а можно вообще было бы попасть, что здесь была бы зима, например, или осень, или весна, вот. И, короче говоря, вот это вот, вот это, в зависимости от этого уровень бы менялся, то есть, выглядел бы, ну, соответственно, сообразно тому времени года, которое вот выпало. И оно все время, это время года, оно все время включается непонятно по какому алгоритму, просто так, наугад. Просто сейчас, в данный момент, лето, вот, к примеру. Ну, такая вот. Ну, на мой взгляд, это интересная задумка. Оригинальная, вполне. В крайней мере, она не дает трассе быстро надоесть. Каждый раз ты попадаешь, как будто, на новую трассу, хотя трасса та же самая. Так что, вполне себе интересно получается. Так, ну, тем не менее, тем не менее, ах ты же, вы гады. Мне показалось, что там какашка лежит. Блин, мне тоже ли можно въехать? А это, оказывается, это ракушка. При ближайшем рассмотрении. Тот уж, думаю, сейчас это, ну, тут сладкий хлеб предложат. Но, он какой-то там дом культуры, что ли. Кстати, вот этот вот крот, который вылазит, он тоже с чем-то связан, я помню. По-моему, там что-то с ним связана, какая-то тема. Он, то ли, то ли он там как-то обучает, как правильно включать-выключать приставку Нинтендо, то ли еще что-то, короче говоря. Ну, что-то, короче, какие-то мемы с ним тоже были связаны с этим кротом. Я, если честно, его кроме вот как здесь, больше нигде вспомнить не могу. Ну, был вроде где-то, попадался мне в каких-то, может быть, он этих изображениях где-то. Но, так что, прямо где-то в играх, в каких-то встречать или конкретно в каких-то моментах приставочных, я не помню. Но, я слышал об этом вот, об этом меме, связанном вот именно с Нинтендо и связанном с этим кротом. Так что, он тут тоже как, он тоже как такое пасхальное яйцо, такое, знаете, отсылочка такая вот. Вот такие дела. Эх. Эх, блин, как я не вовремя клаксон-то выкинул. Как назло, он как будто ждал, что я этот клаксон выкину, чтобы прилететь, этот синий панцирь. Сейчас бы, может, было бы хорошо его, это, отбить. Но, благо, я хорошо оторвался. Яблоки тоже, по-моему, для чего-то тут, их можно, по-моему, сбивать тоже, вроде, за них какие-то очки дают. Ну, все, ладно. Все равно, в любом случае, я приехал первым, и это хорошо. Очередную трассу мы завершили. Победой опять абсолютной в каждом заезде. Вот. И получили очередной кубок. Очередной кубок. Смотрим результаты. Смотрим результаты. Результаты смотрим. Ну, опять 60 очков дадут, как обычно. Тут как бы нового ничего в этом плане нет. Тут твой потолок 60 очков. Все. Получи и распишись. И довольствуйся 60 очками. Дурацкий реплей. Неинформативный абсолютно. Да, вот, все. Победа. 60 очков. Кубок. Кроссинг. Кроссинг мы получили. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока.